Приветствую всех, с вами Нзерамос и я продолжаю играть первый раз на оригинальное здание за криса по моему марафончику разендовал и на сей раз я надеюсь у меня получится получше пройти так у меня есть 15 пуль я дебил надо сходить хотя бы к этому у кен это забрать боезапас а то с 15 пулями я не доживу до комнат сохранения я решил что я пойду чуть чуть другим путем чем планировал в прошлый раз поначалу я в принципе все то же самое сделать как в неудачной попытке та серик даже оборвалась без завершения я хотел на паузу поставить потом завершить мне еще отойти надо было но потом в итоге просто я забыл сделать так я ты-то забыл взять диски из вален как-то крыса вот это возьми пожалуйста да ты серьезно что ли ты брони хрень охренеть сколько он выдержал после второго вставания я поражен такой наглости в общем сейчас я опять же отправлюсь за химикатами и потом пойду тоже на первый этаж но не буду заходить думаю в лазарет хотя или зайти но просто есть сцена которую я по моему не показывал на канале вообще а что да может быть ради этого стоит зайти чтобы впоследствии эту редкую на мой взгляд сцену показать так конечно будет чуть чуть попроще у меня будет несколько восстановлений здоровья ну да и ладно у меня нет какого-то челленджа чтобы еще и не пользоваться восстановлением здоровья в смысле а я эту кнопку нажал зачем-то вот крыс еще живой теперь уже не очень живой нормально сравнительно быстро закончился товарищ зомбичество я надеюсь в этой серии я так сильно не облужаюсь вот 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 Нормально. Так, сразу перезарядочка. Не, 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 не. Так, у меня надо перезарядить пистолет. По патронам у меня, по-моему, сейчас несколько лучше дела. Потому что в прошлый раз мне приходилось уже тратить сюда и, по-моему, без патронов пришел. Хотя я в прошлый раз еще и столовую зачистил. Сейчас я столовую не трогал. Видел, что он уже падает, еще в одну пулю потратил. Хорошо. Да что-то, я все-таки сейчас пойду в лазаред. И уже потом в другие места. Так, что пока убрать? Пока траву уберу. Лекарства оставлю, потому что я легко умею грибать. Так, ну пока что у меня все зачищено. Вот путь, где я шел, разумеется. Все, вообще все у меня не может быть явно. Еще технически я мог бы взять траву вот там вот, перед змеей. Но пока я не буду этого делать, у меня места не так много. Сейчас вообще моя цель зачистить все помещения, насколько возможно. Чтобы уже потом, после этого, можно было даже оружие скинуть и просто собирать все. То есть все лекарства, все ключевые предметы, все боезапасы, все дробовики, две штуки. Ха. Я вот, кстати, не помню, ключ меча, по-моему, в лазарете будет в этот раз. То есть, по-моему, он возле змеи там, где комната, где надо зажигалкой поджигать, там, по-моему, этот в измененном режиме. Ты падать будешь? Давай, подходи. О, сейчас нормально встал. Молодец. Ну все, да. Сейчас вот это помещение вообще хорошо прошлось. Чпоньк. Эй, коры столовая. Так. Отходим. Тут у нас три куска мяса гнилого. Вот так вот. Ну я думаю, вообще пофиг просто. Слышь. 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 Прекрасно. Слышь. Слышь. Эти готовы. Сейчас еще трех надо внизу уронить. Возможно, я получу некоторый урон. Но мне главное не помереть. То есть, если меня до опасности сейчас доведут, то я, конечно же, спрей применю. Но так как у меня там будет кое-кто ждать. Ага. Не, я вот так сделаю. Все-таки хочу немного поэкономить. О, хрена-то быстрый. Хе-хе-хе. Вот тело, а? Куда пошел? Да, отвались от меня. Просто обиделся на меня. Угу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай к лестнице, я там тебя смогу еще чуть-чуть выдержать. Если он сейчас станет, я его уже... Ой, понятно. Ой. Ну тогда я лучше вот так вот. Ну нормально. Угу. 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 Угений. Угу. Удачи. Так, вот мы здесь, вот берем ключ меча, сейчас надо выйти, по-моему. Нет, давайте ее оставим тут, чтобы она в безопасности осталась. Я понимаю, для сейчас я буду ждать здесь, потому что в этой комнате есть много кемиков, и они могут быть полезны. Ну, я посмотрю на кемиков. Ну, я посмотрю на кемиков. А, еще нет? Жестко? Скажу я вам, жестко-жестко. Тогда придется потратить это лекарство, чтобы хоть выдержать. Видимо, ребеке надо некоторое время подождать. Там отойти на какое-то расстояние, условно, или... Как там еще? Ладно, здесь никого нет. Вот здесь сейчас одно тело будет вот прямо здесь стоять. Хотя бы не два, как на измененном. А, второй есть, только оно чуть-чуть дальше. Ой, куда ты курсор резко так вывернул? Ага, этот кончился. Ты идти собираешься? Окей. Так, тут никого. Хорошо. Договорились. Это меня устраивает. Ну, естественно, кустики мы с вами потравим. Я сейчас отсюда возьму только ключ. Траву брать не буду вообще. Пожалуй, я так думаю. Сейчас пойдем... Куда пойдем? Я тупой, надо было к Форесту сходить еще. А, собственно, давайте сейчас сходим к Форесту. Ты одумайся вообще тело. У меня патронов столько нет. Ты охренел, что ли? А, это же этот, который бронебойный. Который из-за джилу у меня там полбу из запаса съел. На который... Это, по-моему, на него мне пришлось дроблер тратить или... Я вот не помню, честно говоря. Берем это... Обоймочку. Сразу надо... Какого хрена я с ножом? А ты зомби и лежи тут. Мне на тебя пофиг. Я не буду даже пытаться тебя добить. Даже если там один удар ножом остался, пофиг на него. Я забрал все, что надо было. Потратил на одну патронину больше, чем следовало бы. Ну да ладно. Так, сейчас я иду к Форесту. Там я заберу одну обоймочку еще. Стоп, 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 к Форесту. Ага, сейчас пошел он к Форесту. Умный самый, что ли, нашелся тоже мне. Гений инженерной мысли. Без места-то в кармане к Форесту идти. Ну, кстати, может быть, Ребекка уже изучила там химикаты. Сможет он мне какую-нибудь заболестую химию дать? Посмотрим. Эту серию я специально начал уже после всех первых заставок, чтобы не тратить время серии на них. О, да его. Ааа, Крис! Эта комната полностью оборудована с медицинскими средствами. Я могу вас воспринимать, кроме того, что у вашей крупной болезни. Ты бы хотел, чтобы я тоже? Да. Да. Пожалуйста, сделай что-то для меня. Постоянно. Постоянно. Какая-то из этих медицинских из «Умбрелла» Что у «Амбрелла»? Ты не знаешь? Это огромная фармацевтическая компания, основана в Раккун-сити. О, я понимаю. А ты знаешь, как много медицины используемой? Ну, наверное, достаточно для 2 дозы. Возьму одну обойму и маленький ключик. И потом с маленьким ключиком я вернусь сюда. Ну, практически вот в этот коридор. Потому что там в ящике лежит пачка патронов для дробовика. Так что вот такой план. Ну, вообще, я ожидаю, что мне сейчас, в принципе, не понадобится использовать оружие. Потому что конкретно сейчас я иду по безопасному месту. Так давайте вот эту дверь просто откроем, и всё. Пока не будем туда Ребекку отправлять. Чуть-чуть позже. Просто чуточку. Капелюшечку. Вот эту штуку я тоже потом соберу. Как я говорил, сначала я зачищу весь особняк. Что смогу. Кстати, маленький ключик это... Его же можно не только туда. Я вот не помню куда лучше. Ну, в течение как куда лучше. Я не помню, где ещё тут маленькие ключики я найду. Потому что у меня такое ощущение, что, по-моему, ключиков должно хватать, ну, практически хотя бы на все. Я не помню, на все точно, но почти точно должно хватать. Вот, на большую часть. Ну, я знаю вот один ключ, помню, где лежит. Там ещё один лежит, как я за Джилл подмечал, уже на выходе, где металлическая дверь. Там, где бочка, где мы рукоятку берём первую. Там вот в бочке лежит ключик. Ещё один ключик в доме охраны, по-моему, лежит в вазочке. А, и ещё в этом. В доме охраны же лежит ключик там, где корень. Сорок... этого... Сорок второй, по-моему, да? Да, по-моему, сорок второй. Сорок третий, это уже другой враг. А почему я сейчас засомневался? Так это потому, что... Ну, вот здесь, вот внизу, где дверь закрытая на ключ, тоже меньше этого доспеха. Давайте, кстати, вот здесь две двери откроем. Так, раз дверь. Два дверь. И давайте, кстати, к Ричарду сходим. Я сейчас всё равно пойду к Ребекке. Ну, в сторону. А, ты уже всё. А, то есть в этом плане так. Я вот этот момент тоже подзабыл, но ладно. Ну, кстати, может быть, маленький ключ ещё в той комнате лежит, которая... где зажигалкой надо будет поджечь. Так, ну, туда я пока не пойду, потому что... там, во-первых, зомби стоит агрессивная. Во-вторых... Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Назад-назад. Я хочу ещё открыть ещё и ту дверь. Я просто хочу сейчас потратить ключ везде, где можно. По-моему, та дверь на втором этаже, около лестницы, она тоже закрыта на ключ. Ну, я забыл сразу туда сходить. Так, тут всё спокойно. Да. Просто если я от ключей избавлюсь уже, мне будет намного проще перемещаться по дому уже без ключей в карманах. Так, у меня патронов достаточно, я смогу спокойно от собак отбиться. Плюс там ещё, кстати, обоймочка лежит, там где собаки. Пожалуй, я не буду собаками выпендриваться, с ножом на них лезть. Я лучше по-чистому их пройду. Ну, а насчёт патронов для дробовика, в принципе, на самом деле даже пофиг, где их брать. Может быть, я даже давайте здесь возьму, вот перед раздевалкой там в ящичке. Там тоже патроны к дробовику вроде бы лежат. Так, и по-моему, ещё железная дверь осталась для ключа доспеха. Ключ меча, к сожалению, я не потратил как раз там, где я сломанный дробовик буду брать. Да, тут потрошки к дробовику. Всё хорошо. Не беси меня. Не, нож пора уже... Ладно, оставлю. Пока тюкну его. Вот тебе за это. В общем, сейчас, когда я в следующую комнату сохранения приду, там уже пора будет выкидывать этот ключик. Точнее, ключ в ножик. Потому что патроны уже в таком нормальном количестве есть. Плюс я сейчас ещё соберу. Ну, ещё нет. Я сейчас открою дверь. Ну, вот потрачу вот здесь вот ключ. А, он всё. То есть, этот всё? А, вот этот ключ нужен будет там, где сломанный дробовик лежит. Окей, я понял. Значит, я ошибся. Так, туда я пока не пойду, потому что я хочу сразу именно сломанный дробовик с собой ещё взять. Потому что обычный дробовик тоже надо взять. Сейчас мы сходим к Ребекке. Откажемся от её помощи. Потому что пока что меня никто не кусь-куськал. Кстати, по пути можно взять синий камень. Вставить его в тигра. И один из этих талисманчиков уже сложить в ящик. Ну, пока я всё равно мимо прохожу, так. А вот эту штуку я направлю. То есть, Ребеку я отправлю музицировать. Уже после того, как я закончу все дела в особняке. Куда я пошёл? Я же к тигру собирался. Ну, какой я, блин, ни хрена не умный человек. Какого хрена я так делаю? Я выбешиваю сам себя в такие моменты. Надо сюда зайти, чтобы сразу. Берём талисманчик. И теперь идём на комнату сохранения. Вот теперь ножик точно уберём. Пули к дробовику надо тоже убрать в ящик. Здесь. И вот ещё в железной двери остался вот этот ключ. Я перепутал эту дверь с ключом меча. Именно ключ доспеха нужен. Ребек, кстати, не стало ничего сейчас говорить про то, что я больной и надо лечиться. Ну и хорошо. Не больной, так не больной. Мне не жалко. Так-то, если уж что. Засломал дробовиком. И там ещё, по-моему, одна обоймечка будет доступна. То есть ящики с патронами дробовика я не открою. Потому что у меня нет ключа. Я не помню, где его искать. Но зато у меня сейчас появится грозное оружие. Напротив всякой зомбячей массы. И, кстати говоря, в этот, как его, в металлическую дверь я сейчас не пойду. Туда, который я сейчас открою последним применением ключа доспеха. Потому что там лежит приличное количество лекарств. И мне желательно бы их забрать за один раз. А у меня сколько места будет? Ну, хотя три места у меня, конечно, будет. Ну, все я всё равно не соберу. Потому что я хочу максимум двойные смеси делать. То есть тройная смесь. Ну, она, конечно, эффективнее, но... Лучше иметь три двойных, чем две тройных. Хорошо. Теперь направляемся, собственно, туда. Сейчас, возможно, я ещё на немножечко патронов в плюс уйду. Потому что я не думаю, что собаки 15 патронов меня заберут. Только если, конечно, промахиваться буду. Так. Ну, это шесть. Все равно чуть-чуть меньше, чем... Им хотелось бы. В смысле? Ну да, я много потратил, но на две пули хотя бы всё равно в пульсе буду. Хоть как-то же надо себя утешать. На самом деле я надеялся, что я лучше справлюсь. Ну да ладно. Не страшно. Хорошо. Хорошо. Туда не идём. Сюда идём. Тут что-то должно, по-моему, быть. О! А вот и он. Кстати говоря. Прикольно. Я действительно про это забыл. Так что здорово. Я сейчас ещё, когда вернусь в другое крыло, в западное, смогу ещё один комплект боезапаса к дробовику взять. Это же здорово. Дело в том, что я не могу дробовик положить туда. Я не понял. Что-то мягкое. Не, 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 а почему я не могу этот дробовик повесить туда, я не понял. теперь могу странно дичь какая-то если честно ну да ладно окей окей мне если честно не жалко кто-то с по моему последние ну или практически последний зомби на этот участок особняка ай-яй-яй натратил тут нет никого так то помощью собака бешеная я подойду поближе чтобы видите смысле вот куда-то пошло да блин охренеть я в углу что ли стрелял да нет какого хрена я по ней не попадал да ладно слил кучу боезапаса с кем не бывает понятно что с нормальными игроками не бывает так это не та дверь ну собственно ну где мы еще остались может быть на втором этаже я не помню там что-то будет вот в этой двери который я собственно открыл но не зашел я просто не помню там есть или нет товарищ зомби выползающий внезапно в дверь или это только на измененке сейчас глянем так нет нафиг эти не доверяю здесь он даже не выползающим сразу притаился тут так я все с ключиком таскаюсь вот это нехорошо трачу место просто так давайте возьмем отсюда все что я могу только идея сейчас какая-то пачка патронов должна быть за шкафом да крис пожалуйста удумайся как говорится до пачка патронов для дроби пачка дроби для дробовика точнее так ну и лента больше если честно я вообще не помню где мне будут лежать под эти зомбики всякие ну разве что еще в той комнате прямо перед гардеробом так я зажигалку не смогу взять я у тебя чисто патроны взять пришел очень такие круто я думал то обоимы для пистолета класс сейчас я спущусь в ящик и начну уже обчищать все здание они не 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 хотя в принципе да я сейчас уберу пожалуй пистолет вот эту штуку маленький ключ до что мне около комнаты сохранения где ребека сидит понадобится так что с собой таскать его смысла нет еще ленту уберу там просто один зомби есть я сейчас дробовик с собой возьму буду чисто с одним дробовиком ходить ну и патроны потому что я их буду сейчас тоже находить по во всяких местах мне просто нужно место поэтому от пистолета я сейчас точно временно избавлюсь пистолет пока тут по-отдыхай как патроны у меня с собой возьму чисто из-за того что я их явно скорее всего где-то в ближайшее время найду сейчас идем обратно в ту комнату возьму зажигалку возьмем красную траву а потом возьмем в коридоре где лежите у ричарда еще одну зеленую траву смешаем их получим просто уже одно лекарство будет с собой и потом пойдем уже всякими другими местами заниматься исследовать все ныкать все что можно как говорится все что плохо лежит карту я брать сейчас не буду мы смысл от нее нет ну именно в моей ситуации когда игру вообще не знаешь то карта пригодится потому что сразу с первого прохождения запомнить игру так проблемненько конечно я не спорю что есть и те кто спокойно запоминает с первого раза но все таки для первых раз карта актуальные изобретения лекс от собственно не так много осталось чего потрогать ой куда я пошел не туда как не сначала я сюда тут будет одно зомбо тело тут а следующем коридоре по моему одно тело будет стоять они так много осталось я имею по ключевым точкам мне осталось собрать в картины галереи эмблемку собрать вот в комнате со статуями а тоже ее собрать и у змеи хоть это я зря сделал а так ты сможешь его нет блин пролезу сюда в этом мире в этом столетии тут потрошки к пистолетику а там по идее дробь будет лежать да или что не ну по идее должна дробь потому что что еще пули для магнума это вообще рановато ну да зря конечно я одну дробину просто потратил ну что поделать у меня одно место еще есть я поэтому сейчас схожу в комнату со статуями заберу просто по пути его вторую тут эмблемку лекарства я потом возьму перед змеей кстати со змеей будет уже посложнее мне на нее много в этот раз придется слить так я говорю я в комнату со статуями зайду много слить придется потому что она просто тогда-то хотя стоп тогда я помню тоже другую гонгасил да по-моему гранатомет я тогда еще не брал так что не по идее не так много так не 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 вот так по идее нормально я их поставил теперь идем относить эти две фиговины просто тупо в ящик положим не в эту сторону это кстати сейчас зажигалку на хрен выкину вообще дробовик тоже уберу вместо него возьму пистолет на собаку даже удобнее с пистолетом такс возвращаемся продолжаем точнее в принципе возвращаемся тоже я чуть-чуть отвлекся буквально на минуту так берем эту фиговину так эту фиговину выкидываем дальше ножа эту вкусняшку так ленточку пускай ближе будет или восходим картинную галерею обчистим и сразу все три медальки вставим дальше я пойду собирать уже лекарство которое наронил везде стопа я патрона оставил зачем с собой да ну да я имею ввиду дробовичин так так новорожденный для тебя тыкаем так теперь тебя 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 теперь две последних картины классная музыка вот это все таки странно что она всего в одном таком небольшом месте играет мелодия в подвале она вообще пугает но тем не менее у меня кстати такое ощущение что изначально вот эту штуку вот эти медальоны надо было бы тоже по загадке запихивать потому что там есть текст описание и просто персонаж должен был по идее не сам автоматически правильные места запихивать а нужно было бы самому выбирать вот что вот эту медальку сюда вот туда туда и так далее схожу уберу пачку патронов для дробовика просто чтобы в меня влезло побольше лекарств и это уберу на одну собаку мне явно хватит 15 патронов должно даже на 2 хватить если я вторую то а хотя сейчас разберемся на 2 собаки должно хватить если я не буду совсем кривой и и и и и и и и и пистолет здесь с собой а то я что-то без него пошел во вторую собакой даже гасить сейчас не буду потому что она фига и мне ее трогать я что агрессивный что ли и ты конечно агрессивный и настолько агрессивный что ли так первая партия лекарств собрано и вот соберем и заваливаем этот собак прямо тут и оставим пускай бегает себе ну или если хочет пускай там в воздухе висит он где она сейчас повисла пока я вышел из помещения сейчас я кстати заодно схожу возьму ноты а уже думаю сейчас все таки ребеку поставлю мультицировать а сам пойду в комнату где были цветочки сейчас начнем в комнате сохранения где ребека уже будет отсутствовать временно потом уже именно соберу все лекарства в той комнате и напоследок надо будет еще пробежаться лентах пособирать хотя бы еще пару штук таким темпами боюсь может даже не хватить когда эту эмблему брать не буду потому что ноты тогда некуда класть будет а 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 Это я, Крис. Это ты, Ребекка? А, это Моонлайт Соната. Ты, Ребекка? А, это Моонлайт Соната. Так, вот, отправили её музицировать, пускай там развлекается. Надо будет сейчас маленький ключ взять и из этой комнаты вынести ещё одну коробочку патронов для дробовика. Тут у нас появилась пачка лекарств, что хорошо. Так, и возьму эти патроны с собой, потому что я их сейчас всё равно соберу, а так мне не придётся потом их смешивать отдельно. Я вот сюда. А то я думаю, что-то я не могу. Я просто не повернулся достаточно хорошо. Так, идём к цветочку. Потом надо будет отнести эти лекарства в комнат сохранения, сходить за ленточками в холл и в тот закуток, где лежит ещё один зомбяк. Или нет, кстати, туда может быть даже не стоит идти, а стоит пойти в комнату, где раздевалка. Там ещё просто одна трава лежит. Трава и лента. Ну, а столько лента мне уже явно хватит. Мне нужно всего сколько? Ну, шесть штук мне явно на прохождении достаточно будет. Вот одна сейчас будет перед тем, как я пойду к змее. Ну, потому что у меня змея легко может ушатать, если я совершу там хоть чуть-чуть ошибок. Поэтому змею недооценивать этот фиговый план. Потом вторая сохраняшка будет, когда я пойду уже сражаться. А, то есть заканчивать серию первую. Ну, и остальные там ещё по паре ленточек на серию тоже будет. То есть, очевидно, я, например, одну ленту потрачу перед выходом из дома охраны. Ну, в общем, разберёмся. Так, у меня сколько места? Одно место. Нет, это мало. Потому что мне ещё понадобится эмблему взять в столовой. И когда возьмём эту эмблему, у нас должно ещё остаться одно место свободное, чтобы я смог её подменить. Так, и эту штуку пока можно тоже убрать, потому что... А нафига она мне с собой. Кстати, пистолет на всех случаях. Давайте зарядим. И уберём. Я не думаю, что он мне сейчас понадобится. В принципе, пистолет мне до конца прохождения особняка уже не нужен. Потому что тут уже врагов, по-моему, не будет. Там будет сейчас ползучие зомби. Но на ползучие зомби мне пофиг. Потому что он достаточно легко обходится стороной. Я сразу эту штуку возьму, просто чтобы тупо не забыть. Много места у меня сейчас достаточно. Берём ленту. Она пригодится. Прямо сейчас сохраняться я не вижу смысла. Потому что... А нафига мне прямо сейчас? Если я могу попозже. Отлично. Как я и планировал. Буду даже две травы. Эх, Крис, ты будешь, блядь? Тратить боезапас на это тело я не хочу. Поэтому придётся подождать, пока он даст собрать эту траву. Кстати, по-моему, это единственный ползущий зомби в этой игре. Это забавно. Хотя, давайте заглянем всё-таки в голубую дверь за ширму. По-моему, там ничего больше нет, кроме ленты. Но проверил. Вдруг я кривой и опять что-то забыл. Вы же меня знаете. Тыц-тыц. По-моему, тут только ленточка. Ну, этого точно хватит с запасом. Я даже смогу перестраховываться, почаще сохраняться. В принципе, что и стоит делать, если уж серьёзно. Особенно во второе посещение особняка. Мне нужно будет там перед змеёй сохраниться. То есть, побольше. Раз. Да и в целом. Кстати, сейчас у меня битва с 42-м будет полная. В две фазы. И никакого химиката я не сварю себе. Тихо. Крис. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через один удар Потому что они будут успевать контратаковать Только не говоришь, что ты уже здесь? Тебе здесь еще быть не должно Я потому что Первый сюда пришел А ты уже здесь Маленькая волшебница Так, мне эта штука с собой не понадобится Я вот Про пистолет Текс Давайте я вот так вот сделаю И еще одно лекарство Потому что Я сейчас соберу На себе То есть я вставлю эмблему У меня появится одно место Возьму ключ, у меня места не будет И я так С двумя лекарствами Два лекарства мне явно должно хватить на Шланг переросток Так, вставляем все Я сохраняюсь Сейчас буду прямо в холле Я, собственно, поэтому ленту с собой взял Просто смысл мне идти Еще раз в помощь сохранения Так, да, я сейчас ключ потрачу У меня как раз появится место На то, чтобы я смог взять Талисманчик тот Необходимый Сейчас сохранился Я достаточно долго уже играю без сохранения Это как-то напряжено Учитывая, что В принципе-то помереть Не так уж и сложно Это Нет такого, что Помереть в игре Это челлендж прям Ну так и пойдем Я уверен Мне должно хватить лекарств На змею Тем более Крис покрепче Я ожидаю, что Мне может даже хватить Одного лекарства И Возможно Я даже не совершу ошибку Как я сделал Зоджил Когда я потратил Лекарства уже Просто так Ну да ладно В любом случае У меня тут еще на обратном пути Будет одна травинка Сейчас будем гадючить змею Надо взять Чем я буду гадючить змею И перезарядить Желательно Можно же прям здесь Ее гадючить Да блин Я же опускаю Путцов вниз Ну и все Шланг готов Странно Кстати что этот Гребень Так называемый Лежал именно В яме Где змея Он вполне мог Так декоративник Например На стеночке Висеть Что все равно Туда зайти пришлось На что он именно Так висел Я пустился? Блин Дай мне серум Он сейчас нашу тушу Притащит Прямо наверх Ой наверх Наоборот Прямо Крис 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 а у вас хорошо справились даже получше чем я ожидал берем разумеется вот такой комплект я сейчас быстренько добегу до комнаты куда вставлю этот гребень заодно сразу соберу рукоятку и маленький ключик маленький ключик обратно в ящик положу, потому что он мне все равно в доме охраны пригодится а оттуда мне нужно будет свободное место и сохранить уже прямо на готове, идти в следующий эпизод да, я всего один раз, кстати, у Ребекки подлечился именно за вот этот за обычное ее исцеление, которое 3 раза доступно но ничего мне, кстати, интересно если меня кто-то хорошенько покусает в доме охраны я смогу вернуться сюда еще до того, как я дом охраны пройду чисто с тем, чтобы на халяву у Ребекки подлечиться еще раз но я этого делать не буду, лекарств у меня достаточно дофига, я бы сказал если не сказать до хрена еще надо придумать, каким образом я пойду к Ребекке скорее, все-таки мне надо будет второй этаж прочищать ой, куда я пошел, мне не сюда сюда я потом пойду а насчет второй этаж, потому что туда мне еще идти и там поменьше проблем будет хотя, с другой стороны если я, допустим, пройду через вот это место а хотя я не помню, кстати, что в той комнате будет где я сейчас, ну, первый раз ну, собаки в окно входили если там будут будут охотники, то это будет беда а если там будут пауки то это будет вполне легко пройти тогда легче будет эту часть ну, часть пути по первому этажу пройти и потом в холле просто подняться и там через столовую и ту дверь потому что в ту дверь мне еще точно идти так, я вот здесь вот хочу вот ключик взять, да он как раз в бочке лежит что удобно так, я не могу подвинуть его естественно, потому что я еще в эту сторону его не подвинул ну, в общем, на счет охотников конечно, рановато думать разберемся попозже, когда я дойду до них пока это, скажем так, не прямо сейчас будет явно сейчас у меня пистолетных патронов не так много я сейчас все всех собак на улицу когда буду проходить защищены пистолетом а в доме охраны на зомби я возьму уже дробовик потому что его у меня, честно говоря, дофига от некоторых охотников может быть даже проще будет побегать чем пытаться их с дроби убить правда, не ото всех очевидно так, вот это уберем ну и надо не забыть потом убрать ленточку на этом я благодарю всех за внимание оставляйте свои комментарии до новых встреч уже в следующих сериях всем пока